Приветищи! Это собначка Нижнуля! Мы продолжаем наше с тобой удивительное подводное путешествие. И знаешь чё? Мне всегда было любопытно. Есть ли дверь сбоку? То как в эту спасательную капсулу не попадает вода? Может мы с тобой чего-то не понимаем? Подожди, вот давай я открою дверь. Мы вылазим. Хм, очень-очень странно. Может там воздушная какая-то прослойка есть? Ох уж эти современные технологии. Мы с тобой в прошлой серии сделали смотри чего. Сканер. Вот такой вот сканер красивенький у нас есть. И ремонтный инструмент. Опс, не то. Вот этот вот ремонтный инструмент. А также с нами связалась сеструха и сказала, что она нам выслала кое-какие координаты, где мы можем попасть на инопланетную базу. Загружены данные, коды и зацепки. Вот. Данное местоположение светилища 0. Светилище 0 было обнаружено несколько месяцев назад. Оно работало на малой мощности. Все попытки проникнуть в комплекс провалились. Он расположен среди так называемых извилистых мостов. В области плотной макрофлоры. С глубиной от 100 до 300 метров. Ого-го! Ну 100 метров-то в глубину я еще доплываю, а вот 300 это уже для меня, сказать так, экстрим. Быстрый рост трубчатых органических мостов в этой области не дает проложить к комплексу постоянный маршрут. Его можно найти на глубине 200 метров. А подрядчикам рекомендуется использовать визуальные ориентиры для поиска подходящего пути. Окай, надо бы найти эти извилины инопланетные. Пойдем-ка мы с тобой отсканим глайдера. А знаешь, что еще странно? То, что неужели Альтера мне не могла выслать чертежи глайдера? Зачем мне его сканировать? Я его сканировал в прошлой серии. О, здорово, морская обезьяна. О, ты что, э? Ты видал, он у меня сканер отобрал. Ну отдай сканер. Эй, сканер мне верни. Я тебя сейчас ножиком... Блин, он прикинь не хочет отдавать. Вот так-то. Где сканер мой? Вон он упал. Я, конечно, не хотел его убивать, но как мне сканер-то вернуть? Давай его досканируем окончательно. Вот так вот. Давай-ка почитаем про этих обезьян. Какие-то они слишком умные существа. Морская обезьяна. Умные, травоядные, среднего размера. Проявляющие большой интерес к другим формам жизни и их имуществу. Ну конечно же. Морская обезьяна формирует небольшие гнезда, где собирает предметы, представляющие для них интерес, для неясных целей. Ага. Вот зачем они вещи тырят-то у людей. Оценка. Изучать с осторожностью. Но это я уже понял. А прикинь, если бы я у этой обезьяны вот руками своими пытался отобрать у нее что-то из рук. Она бы на меня, наверное, кинулась. Еще один фрагмент глайдера. Последний. И мы сможем эту штуку... А, нет, нифига, мне надо три фрагмента глайдера. Ну, окай. Глайдер готов. Возвращаемся с тобой сейчас быстренько на базу. Нам нужно сделать попить, поесть. Глайдер, конечно же. И плыть к инопланетным извилинам. Ну-ка, давай достанем глайдер, посмотрим, он какой-то новенький. Да нет? Такой же, как и был год назад. Старенький. Неусовершенствованный. Блин, да что ж такое-то, опять отобрали сканер. Погоди, давай без ножика в этот раз попробуем обойтись. Отдай сканер мне. О, получилось, прикинь. По крайней мере, мы теперь знаем, что можно обойтись без ножа. Смотри, какая любопытная пещера. Видишь, там что-то светится. Ну-ка, пойдем, зайдем. Это же... Это же КПК валяется. Что за КПК? КПК Альтеры. Километровый корабль капитального класса. Такой бывает. Кстати, очень много кто писал в комментариях о том, чтобы я взял пингвинчика и приторабанил его к себе домой. Чтобы он у меня как питомец там ходил, бродил. Ну что ж, давай попробуем это сделать. Я, правда, не знаю, выживет ли у нас в капсуле без еды. Я, конечно же, буду, как настоящая мамка, приносить ему еды. Да что ж такое? Ну, залази ты на этот айсберг плавучий. Не могу. О, наконец-то. Сейчас мы сперва отсканем детеныша. И теперь здоровую особь отсканем. Вот так. Крадем у них маленького пингвинчика, пока они не поняли, что произошло. Быстренько под воду и плывем на базу. Заходим. Ну что, маленький пингвин окрыл. Добро пожаловать в спасательную капсулу. Теперь ты один из выживших. Нельзя выбросить предмет здесь. Используйте для этого хранилище. Но зачем хранилище? Подожди. Вы хотите сказать, что я могу затолкать пингвина в шкаф? Я пингвина вот в этот ящик затолкал. Интересно. Как это вообще произошло? Он там, наверное, колбасится, пытается выбраться. Ладно. Не будем издеваться над маленьким животным. Давай его достанем. И выпустим тогда. Раз такие обстоятельства. Не можем мы в нашей спасательной капсуле заводить питомцев. Это очень печально. Ты плыви, плыви, пингвин. Не забывай про меня. Приноси мне хоть время от времени рыбки, что ли. Хе-хе. Ну, а мы возвращаемся в нашу капсулу. Чтобы сделать ребризерную маску. Где она у нас тут? Масочка. Вот. Маска ребризерная готова. Мы же ее сразу надели? Да, сразу надели. Переносной сборщик нам не доступен, к сожалению, потому что нет у нас чертежей. Долбанная альтера. Нищебродная. Не может скинуть мне чертежи. Ну что это за дела вообще? Поскольку у нас теперь есть ребризерная маска, мы спокойно можем погружаться на глубину более 100 метров. Все. Отметка в 100 метров глубины у нас пройдена. Камикадзе, не шали. Мы, кстати, у него сейчас стачим... Ух, как он взорвался-то, а. Стачим у него вот эту штуку. Кристаллическую серу. Все по-новому сканить опять приходится. Ну что ж такое-то, а. Что за жизнь? Такое ощущение, что я просто начал в Субнатику заново играть, в первую. Смотри, сколько здесь этих витых мостов. Может быть где-то здесь? Камикадзе. Может быть где-то здесь, рядышком, база инопланетная, а? Что ты думаешь по этому поводу? Да что ж такое-то? Опять камикадзе, где ты? Так-так-так, смотри, что я нашел. Это закопанный телепорт. Значит, мы где-то рядышком с инопланетной базой. Ого, таких знаешь сколько фрагментов? 50 штук. Офигеть, они где-то здесь разбросаны. О, а там внизу может что-то светится. Ну-ка пойдем замернем. А здесь у нас что? Мореход. Тоже сканированным. Морехода еще не было. Не помню такого. Три фрагмента. Два фрагмента мне еще надо собрать морехода. И он у меня будет. Где? Вон, вон, вон. Что это такое светящийся, я не могу понять. А, это какая-то деталька. О, мореход, еще одна запчасть. Последнего осталось где-нибудь найти. Это у нас глайдер. А это что такое валяется? Смотри-ка. Фрагмент сборщика транспорта. О, ништяк. Без этого я мореход не соберу. Сборщик транспорта нам пригодится. О, кстати, кислородик. Слава богу, что ты тут появился. Хоть не надо всплывать. А то 100 метров глубины и всплывать это как-то не камильфо. А еще у меня сейчас сядет батарейка в глайдере. Это прямо-таки вообще не сказка. Еще кислородик и сейчас возьмем. Мы уже опустились на глубину 200 метров. Где-то здесь должна быть инопланетная база. По-любому. Раз мы нашли тот фрагмент, значит где-то база должна быть недалеко. Хотя, я могу и ошибаться. Не, в этой пещере ничего интересного не оказалось. Нашли только ресурсики с серебро и золото. Мы наблюдаем за тобой по навигации. Ты рядом со светилищем. Видишь что-нибудь? Вокруг разбросаны какие-то инопланетные структуры. Я посмотрю, куда они ведут. Ага. И куда они ведут? Здесь тупик. Я, блин, забыл совсем ее отсканить. Че-то поплыл. Я же можно было отсканивать, да? Давай отсканим. Два из пятидесяти отсканенных. Ух, сколько их тут много-то будет оказываться. О, еще одна, смотри. Эту тоже отсканируем. И здесь. Мне кажется, что вот эти штуки, они меня куда-то приведут сейчас. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О, кислородика пополнили. И что мы здесь имеем? А по-моему, это, знаешь, такой перевалочный пункт. Подожди, да, это перевалочный пункт. Вот мы заходим в пещеру. Инопланетную пещеру. Там тоже есть какие-то постройки. Пойдем глянем, что там. Ножик достанем на всякий пожарный. А то мало ли, вдруг тут какие-нибудь... Робин Гудл, отступись. Я пришла с миром. Отсутствие враждебности достаточно. А ты живой? Или компьютер? В чем разница? Я... Я хочу встретиться с теми, кто построил это место. Чего хочешь ты? Стыбу ты и осталась здесь. С тобой? Ну, навсегда. Зачем? Твои хозяева попытаются обладать моей силой. Так ты знаком с Альтерой. Так поступили бы и мы. За мной придут другие. Они тоже останутся здесь. Вот и все. Я ждала этого всю жизнь. Я не враг тебе. Эй! Вот это поворот. Меня хотят здесь запереть. Это не круто. Подожди, а я не он оттуда ли пришел? Я, по-моему, реально оттуда пришел. Эй! Кажется, меня закрыли. Мост здесь развален. Но я могу... Я же могу пройти, да? Да, могу. Аккуратненько паркурим. Эй! Да что ж такое-то? Любопытство, конечно, не имеет преград. И я прямо-таки хочу пробраться. К этому компьютеру. Мне кажется, что наш товарищ, по исследованиям, тоже сюда забрел. Его тут закрыли. Так. Ну, есть. Перепрыгнули. Почти дошли. Что мы здесь имеем? Эй! Эй! Здесь кто? Как-то... Пусто. Всегда напрягали инопланетные... Воу! Инопланетные базы своей пустотой. Они как бы насыщены, но вот... Здесь нет живого ничего. Поворачивай назад. Немедленно. Для чего эта комната? Не призваняйся ни к чему. Тебе не понять. Умри спокойно. Чё это я должен умереть спокойно? Подожди. Какого? О, смотри. А там вон чё-то появилось. База знаний. Я вижу вон база. Сейчас мы посмотрим. Блин, прикинь, только говорил с тобой о том, что нет неодушевлённого ничего здесь. И тут хоба, и куб говорящий. Офигеть, да? Давай попробуем его отсканить, что ли? Подойдём к нему поближе. Санктурия куб. Прикольно. Давай почитаем про него. Чё это такое? Ага. Нет данных по нему. А то, что мы ранее сканили, тоже нет данных. То, что мы отсканировали, мы за это получим награду за технологии предтечей. Предтечей. Это что такое? Корявый перевод, блин. Можно до тебя коснуться как-то? Ну вот я до тебя дотронулся, слушай. Я вот тебя ножиком могу вот так вот ударить. Тебя, по-моему, по барабану, да? Ладно. Пойдём. Почитаем базу данных. Что же здесь у нас есть? Начать процедуру загрузки. Необходимо сбросить данные в пустой сосуд. Пользуйся. Сосуд для хранения найден. Начинается загрузка. Трестакон. Хрямо не понимается. Алексей. Нашашина. Это второй месяц. Опа. Помограмматис. Я также Christ. Кажется. Пусь не понимает. Продолжение следует...